День пожарной службы В врачистости приняли керевники областного управления МНС, ветераны и работники службы, представники городских уладов. Подчас проведения мероприемства отбылась традиционная, что годовая процедура принятия присяги новыми супрацовниками ведомства. В врачистой обстановке они дали клятву на верность службе. День свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство работников, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Обязуюсь быть мужественным, честным, самоотверженным и исполнять профессиональный долг. Подчас проведения урочистого сходу так само были ознагароджены лепшие супрацовники ведомства, которые выдатно проявили себе у выполнения службовых обовязков. Они отримали знаки выдатника и подяки администерства по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь, областного управления МНС, городского выполнения комитета и Совета депутатов. Треба отзнашать, что у опошние годы в нашей краине назирается остановшая динамика снижения колькости пожаров и гибели на их людей. Что тычется Гомельщины, наш регион по многих удельных показчиках выглядают наибольшу показальну по равнанию с иншими областями краины. Достаточно неплохая ситуация с пожарами и гибелью людей. На них в городе Гомеле число пожаров за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом снижено на почти 20%, число погибших на 11%. Такая же тенденция сохраняется и в Гомельской области. На последней коллегии областного управления МЧС присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант внутренней службы Ивашенко. Он отметил, что в Гомельской области в настоящий момент по удельному количеству пожаров погибших людей, как основных показателей нашей деятельности, занимает лидирующее место в республике. У Хонецком районе отбылось выездное посержение постоянной комиссии областного совета депутатов по законности и правопорадку. Ей члены наведали широк объектов социальной сферы и оценили практику работы наглядальных комиссий, головная задача яких – беспека насильства. По дробязности в наступном сюжете. Посяжение рабочей группы, якая курируя наглядальные комиссии, проходит оживлено. Докладчикам задают пытания, обмерковываясь проблемные ситуации конкретных людей. Некоторым из них уже оказана допомога. Например, инвалида первой группы, який жил один, уладковали в интернат. Кошмодетная семья, якая находилась у критичных становища, отримала жилье. У компетенции наглядальных комиссий самые разные пытания. Але упершую чергу две, от яких непосредственно залежит пять спеках громадян. Смотровые комиссии призваны для того, чтобы где-то подсказать человеку, указать на то, что сегодня, например, обязательно наличие пожарного извещателя, это очень важно. Например, указать на то, что сегодня необходимо ремонтировать спечное отопление. То есть на такие самые простейшие вопросы, когда в определенные минуты это может спасти человеческую жизнь. После пленарной частки депутаты наведали детящее отделение районной больницы. С уместными намаганиями за кошт сродка бюджета и финансовой допомоги от предприемства выкананный косметичный ремонт. Это уже не казенные палаты с ложкомесцами, а с оправданными детячими покоями. Герои любимых мультфильмов заражают маленьких пациентов позитивом и настроивают на выздоровление. Порадовав своим сучасным выглядом и городский стадион, на яким же цёбье ключом. Энергии юных спортсменов можно по-доброму позайздройстить. Не глядяши на спякоту, тренировки идут полным ходом. Тым часом маленькие актеры удостоились аплодисментов за театральную постановку на тему пожарной безпеки в лесе. Нагадывать лишний раз гэтым детям, что за палки не цац, камняма потребы. Выники выездного посаджения комиссии по законности и правопарадку подводились на территорию района у Сутковским сельским выконками. Смотровые комиссии, которые в этом году получили второе дыхание, причем такое очень мощное, они свою задачу и выполняют. Благодаря этому, если брать, допустим, по Хоникскому району, здесь существенно снижено количество пожаров в жилом секторе, существенно снижено количество погибших. И вот цель нашей выездной комиссии – показать этот хороший, добрый опыт в этом направлении. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Игорь Марышин, Котелерадо, компания «Гомель». Завтра, 25-го липня, на Гомельщине протягнется практика промога-диалогу с жихарами в области. У субботу пройдут черговые телефонные линии. У нашем регионе на питание граждан будет отказывать наместник старшини Гомельского облаконкама Владимир Владимирович Горбачев. Номер телефона промой линии – 75 12 37. Звонки приймают с 9 до 12 годин. У Гомельским городским выканавшим комитете 25-го липня промую линию проведен наместник старшини Сергей Анатольевич Радзюк. Звернуться можно по номеру телефона 75 18 54. Приймать завороты граждан, як и звичайно, будуть так само у районных администрациях и райвы конкамах. У поселку Караневка Гомельского района почали вытворшись новой для Беларуси продукции. У Рашисты открытие первого Украине завода по вытворшись гидроизоляционных материалов «Пенетрон» отбылося на передо дни. Гомельский завод – третий по лику УСНД. Самое великое предприемство группы компаний «Пенетрон Россия» находится у Екатеринбурга. Еще один завод в минулом году открыли в Казахстане. И теперь Беларусь. Выбор краин робили, заходячи с экономичных интересов. Казахстан – окно Азию, а наша краина – в Европу. Здесь очень удобное географическое положение. Это и Украина, с которой достаточно сложно сейчас стало делать туда поставки. Мы продолжаем туда поставлять пока из России. Но отсюда это будет гораздо удобнее. И поставки в Европу. Организовали вытворшись «Хутка». От попередней домовленности с керовниством холдингу «Пенетрон Россия» до полной реализации проекта прошел усягу один год. Такий короткий термин – это отзнака высокой зацекавленности не только сбоку российского холдингу. Приход такого инвестора безумовно пойдет на корысть регионам. Очень здорово, что компания с таким брендом, компания с таким опытом, компания с такими инновационными технологиями обратила внимание именно на Гомельский регион. И понятно, что это не только приход капитала, это приход новых технологий, производственных, управленческих технологий. Приход новых технологий в сфере сбыта и экспорта. Плановая могутность завода – 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Это гахопить, как полностью забеспечить белорусский будовничный рынок якостной и эффективной гидроизоляцией для бетону нового поколения. Працовать предприемство будет амальцалком на белорусской саровине. Узмену забеспечивать працу этой установки будут усяготры человеки. Любое производство – это первую очередь качество продукции поставляемых. Качество могут обеспечить только обученные люди. Поэтому все сотрудники предприятия прошли обучение на заводе, который находится в городе Екатеринбурге. Гидроизоляция пенетроны до этого была добра знакомая на белорусском рынке. Теперь айчинные будовники будут выкористовывать пенетрон с адзнакой «Зроблена у Беларуси». Максим Савин, Сергей Климович, Телерадио Компания «Гомель». Не глядячи на тенденцию до росту беспрацовья и знижения колькости вакансий, ситуация на рынку працу в области застаётся стабильной. Об этом, подчас грача линей у промым эфиры «Радио Гомель Плюс» поведомил наместник старшини комитета по праце занятостей социальной обороны гомельского облаканкама Александр Семеонов. На сёняшний день у Гомельским региональным центры занятостей насильництва зарегистровано 23 тысячи человек. За оптимизацией вытворчастей, больше за усё, потерпели специалисты сельско-господаршей и будовнейшей галины, а так само работники жилёво-коммунальной господарки. Однако, як отзначил Александр Семеонов, на сёняшний день узровень росту беспрацовья относно невысокий и складает 1,2%. В уголе с тых, кто в этом году стал на улику Центр по праце занятостей, уже праце у Латкована 15 тысяч человек. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава, присвеченная узнавлению культурной испарчины у итальянском регионе Эмилия Романья после землетрассения. У першыню экспозиция была представлена у минулым годзе у Миланским выставочном комплексе Триенале, где отримала великий громадский резонанс. Зараз ознайомиться с мультимедийной выставой смогут и жихары областного центра. Ауторские фото и видеоздымки рассказывают об наступствах землетрассений, якой нанесла значные страты региону Эмилия Романья. Основной темой этого оповедания стали эмоции простых людей. Природная стихия забрала шмар человеческих життёв, закранула развитие экономики и культуры. На выставе, якая будет дейничать до 16-го жнюня, можно познайомиться со здымками из четырех провинций, которые потерпели в 2012 году. Рушились здания, в том числе погибали памятники искусства. И вот итальянцы сумели собрать свои силы, методично поднять вот эти обломки, останки, всё это восстановить и привести к прежнему виду, потому что эти произведения искусства не имеют цены и равных. Были разработаны специальные методики для этого, и вот им хотелось поделиться с другими людьми, с другими странами, как они это сумели сделать, этому и посвящена, по сути дела, выставка. На этом днёмный выпуск завершенный. У студии працавала Светлана Князева. Доброго дня и до сустречи у вечернем эфиры.